Здравия желаю всем, друзья мои, рад вас приветствовать всех. О чём хотелось бы поговорить? Во-первых, хочется сказать о том, что, ну как это у меня получается, вот это то, что я довожу информацию, откуда я её беру, чтобы вы поняли меня, чтобы не выглядел я в ваших глазах лжецом. Я видео своим рассказывал то, что произошло, как оно произошло, всё рассказал, что это так. Ну, так оно на самом деле и было, и как бы в процессе видео этого я вам хочу кое о чём поведать ещё, ну, чтобы более понятно стало, какими инструментами я пользуюсь. Ну, для этого нам надо немножко заглянуть в прошлое, так сказать, попутешествовать во времени. с лёгкой руки Алексея. Он назвал меня тоже Сказителем, ну, Сказитель из меня, наверное, ещё не Кудышни. Ну, раз так он назвал меня, попробую Сказку сказывать вам. Как мы знаем, в каждой Сказке есть намёк. о чём я хотел поговорить. Поговорим мы сначала о здравомыслии. Задумался о здравомыслии, как оно сейчас нам необходимо, это здравомыслие. Что это значит, здравомыслие, для чего оно нам нужно. Ну, и для этого я посмотрел видео, то есть такой один умный человек, Алексей, он называет себя ведоман трёх лебов. Вот его видео посмотрел, и он там разъясняет, что такое здравомыслие. Человеку там он объясняет так, что, чтобы что-то понять, прийти к какому-то выводу, нужны три аспекта. То есть три способа есть. Первый способ – это просить о том, что не понимаешь лишь у компетентных людей, которые в этом поле всё разобрались, разбираются. Второй способ – это воспользоваться ведами, в частности заглянуть в Писании. И третий – это уже личный опыт. Но в итоге человек всё равно приходит на личном опыте, всё, как бы он должен испытать на себе. поскольку, поскольку, ну, так, вот, ребёнок, если, допустим, ребёнка взять, он тоже пока не обожжётся, не поймёт, что будешь говорить ему там горячее, горячее, не трогай, но всё-таки пока не обожжётся сам, тоже не поймёт. Ну, в самом деле, нужно ему, как бы, не слишком горячее так, но показать, чтобы… Ну, он почувствовал, что горячо, и сказать так, чтобы не обожгло его, но чтобы дошло до него. То есть на будущее он уже какой-то урок будет иметь. Ну, и таким образом опытный человек больше знает, естественно, больше тросов, больше видит. То есть он является, естественно, здравомыслящим. И для чего нам нужна эта здравомысля? Я бы вот обозначил своё видео, назвал бы «Здравомыслие очевидно зря». Почему бы я так его назвал? Сейчас об этом не хочу рассказать. В советские времена у нас была передача такая «Очевидная невероятность». Она начиналась, там такая заставка была. И этой заставки обычно было, ну, такое 4000 сначала было, но потом ещё добавилась одна строчка. И там, это из стихотворения Пушкина, там говорилось, «От сколько нам открытий чужих готовить к распространению и опыт всей нашей бактерии, и гений, парадокса, вдруг?» Потом добавилась ещё одна строчка. «Случай Бог, изобретатель». У нас в жизни происходят всякие разные такие невероятности. И потом получается так, что, когда проверишь уже, что это действительно очевидно становится. И когда я вам говорю, что здравомыслие – это очевидно зря, то есть очевидным становится зря в первомыслии. Это получилось у меня так, что на работе там с друзьями частенько бывает так, поспорим так, о том, о чем начинаем это отговаривать. Я рассказываю тоже про то, что видео вам рассказал до этого. И начинают они, да зря, что ты это затеял, зря тебе, зря, зря, зря. И вот последний раз тоже это было где-то месяца полтора назад, наверное, тоже поспорили что-то. И опять вот зря, зря всё-то зря. Я говорю, ну как это зря? Это же на самом деле происходит то, что… О чём я своими глазами видел, на своём опыте испытал. И спросить, правда, вот видео для этого я выкладываю, чтобы кто-то посоветует что-то, кто-то знает больше. Поэтому я и призываю тоже объединяться и говорить об этих вещах. Потому что здравомыслие сейчас нам необходимо. Сейчас такое время. Мы живём сейчас во время перемен. У китайцев такое было. Ну и сейчас, наверное, есть самое такое проклятие у них. Чтоб ты жил во время перемен. Так вот у нас эта перемена уже длится сколько? Какое время? Мы никак не можем понять, где мы, что мы, как мы. Но для этого нам надо сначала самим понять, кто мы и что мы. Каждый должен для себя понять, сделать вывод и сделать выбор. И вот поэтому я лично для себя уже сделал выбор. Какие-то вот, получается что-то у меня такое, что свой какой-то опыт, метод какой-то свой. Получилось у меня свой. Я рассказал вам, что помолился. После этой молитвы что-то поменялось вот так, в такую сторону. И внутри, который голос у меня есть, внутренний мозг мне говорит, чтобы я это рассказывал, делился с вами. И в итоге результат будет виден. Если то, о чём я говорю вам, ложится вам на душу, то есть он близок вам к сердцу, значит это хорошо. Если не ложится, то тоже хорошо. Потому что восприятие, это ваше восприятие. Как вы воспримите, значит так оно и есть. Вот пока что вот эти два видео, которые вышли, видео ваше комментарии вроде всё нормально. То, что я говорю вам, для меня это тоже радость, приносит мне, что вот то, что я говорю, значит это не зря всё. Вот видите, опять получается, не зря, зря, не зря. И вот вернусь к этому. Поспорили мы общим с друзьями, домой прихожу я. Ну сутки я дежурил, там на работе поработал. Приходится работать сутки, а потом приходишь и трое суток здесь вот что-то творишь. И вот зашёл в душ, и вот под душем стою и что-то думаю, вот себе какая-то ностальгия какая-то даю. Что-то такое внутреннее какое-то настроение, чуть-чуть надломленное. Зря, 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 не зря. Ну что-то такие думки такие. И что-то меня понесло. И вспомнил, почему-то вспомнил за все эти стихотворения. Когда первый класс закончил я, ещё в советские времена в первом классе учился. Там в горах, там школа была у нас. И вот там я учился, и вот первый класс когда закончили мы, тогда у нас был такой типа утренний. И я там рассказывал стихотворение, посвящённое букварю. Я вот как сейчас помню его это стихотворение. И вот тоже вот под душем стоял, и что-то начал мне в голове, я вслух его начал рассказывать это стихотворение. И как-то меня взбодрило это, вот это стихотворение. «Беру букварь в последний раз, несу букварь в просторный класс, и дорогому букварю я говорю, благодарю. Ты книга первая моя, теперь читать умею я. На свете много книжек есть, и все книжки я могу прочесть». Вот такое стихотворение было, и вот почему-то оно тоже так. Память где-то на полочке где-то отложилась, а тут оно, кстати, выскочило так, не знаю почему. Но всё равно на душе стало как-то светлее, радостнее. И смыл я, в общем, эту всю грязь, когда на работе побыл, там пыльно у нас, и ещё вышел с душа, и вот сел. Место этого могу наследовать. Сказал, что-то натворить, или сотворить, или натворить. Да. Ну вот и инструменты такие, хочу вам рассказать. Вы знаете, что у меня получилось? После того, как я помолился, там некое подобие, вот такой кристалл, да? Этот кристалл, он, ну, буквица наша, буквица. Она здесь, я вам показывал её ещё тогда. Вот она так на плоскости выглядит. Вот она, 7 на 7 квадрат этот. И вот такой он получается кристалл. То есть вся информация, которая заложена в буквицы, ну, так, образно говоря. Потому что вот есть такие вот вещи. Допустим, ну, так выглядит флешка. Здесь тоже есть много информации. Вот это тоже так может выглядеть. Ну, в моём понимании, я так пришёл к такому выводу, что вот это буквица. И вот здесь у нас есть окошко. Вот оно здесь, вот оно, это окошко. Я вот вышел из душа. И вот так ставлю перед собой это окошко. И включаю такую лёгкую музыку какую-нибудь. И начинаю упокаиваться. То есть как бы такого рода медитация. И начинаю глядеть в это окошко. И вот, гляжу в это окошко, гляжу в это окошко. Вот это стихотворение постепенно уходит про букварь. Но появляется другое стихотворение. Ну, стихотворение какие-то вот такие наподобие стихов что-то. И получилось так. Козьма Прутков сказал, Зри в корень, Когда увидишь мир просторен, Чтоб жизнь, друзья, нам зря прожить, Нам нужно с буквицей дружить. Ну, ключи от множества дверей Сокрыты в недрах книги сей. Вот такое какое-то стихотворение тоже. Ну, вот, естественно, буквица. И теперь зря. Зря, зря. Оказывается, Козьма Прутков сказала, Зри в корень. Что значит Зри в корень? Опять приходит вот наша волшебная книжка. Вот она, буквица. Вот я написал вам здесь, как оно выглядит, это выражение. Зри в корень. Это по буквице. Если мы теперь разложим смысл, Чтобы понять смысл этого выражения. Что значит Зри в корень? Вот первая буква. Зило. Зило сверхмеры. Это образ вот такой. Зило сверхмеры, беспредела, безвремени. Бессмерти тела. Бессмерти духа и души. Представь зило и опиши. То есть здесь уже надо как-то представить вот это все, Образ расширить. И при понимании, что Зри – это первая буква. Зило. Потом идет у нас Р. Какая связь вот в этих трех буквицах? Р – речь твоя звучит родная, словно речка потайная. Речь родная я не скрою, кайм и все тебе откройте. Теперь у нас есть РИ. И здесь у нас три значения. Три буквы. Вот еще одна. Вот еще одна. И вот больше всего подходит сюда вот это понимание. Прям прочитаю его. Общиной жить, добро творить, свой род и землю сохранить. Вот это называется ЗРИ. То есть зря. То есть глядя, видя. По-другому, да? Такие феноменки. Зря – это значит глядя, видя. Ну, что видишь, то есть зря. Живешь зря – значит, ты видишь, зришь. И вот это сказал Казнам Круцов. Вот такое вот получилось по-моему. Здесь тогда получается, что у нас все как бы… Сверх с армашками, сверх… Ну, с головы на ноги, с ног на голову. Вот как-то так сейчас мы живем. Не понимая, что происходит, почему происходит. Вот. И поэтому здравомыслие тоже, прийти к здравомыслию нам. Очевидно, станет здравомыслие наше, если мы будем жить зря. То есть следовать вот этому. То, что сказал Казма Круцов – зри в корень. Нам надо в корне посмотреть свои корни. Откуда мы, что мы, откуда наши корни растут. Мы сами откуда растем, где наши корни. Вот это окошко есть. Вот туда заглядываю и начинаю смотреть. А где наши корни? Смотрел, смотрел. И опять мысль такая приходит. Успокоился, да, опять мысль такая. Кристаллы, совмести кристаллы, совмести кристаллы. Ну, ну что и как все. И здесь начинаю совмещать вот эти схемы у меня, которые кристаллы. И начинаю совмещать. Здесь два вида кристаллов. Вот такой кристалл получается. Ну, из него уже в объеме получится вот такой кристалл. А есть еще один вид кристаллов. Это когда уже вот такое, да? Вот тоже в объеме он получится. Вот здесь у нас три треугольника. А в объеме мы возьмем, если... Вот пока у меня два. Вот эта модель, это модель человека. То есть происходит все. Вот взаимодействие вот здесь. И я это потом расскажу вам. Если вам будет интересно, как это происходит все. Об этом тоже ближе к концу видео расскажу. То и что. Вот эти два кристалла. Они же растут. У нас маленький кристалл вот такой получается из квадратика. Это три на три. А это у нас называется вот этот знак. Он называется закон сохранения семи в сочетании с законом трех. И вот получается рано или поздно, они когда растут, получается совмещение. Они совмещаются. Вот такой кристалл у меня вырос. Сейчас этот кристалл четырех кристалликов таких состоит. Вот один, два, три, четыре. Вот эти маленькие кристаллики, это четыре кристаллика семь на семь. А большой уже объединяется с которой. Это четырнадцать на четырнадцать. То есть это как... Вот это будет внутри вот этого. Как матрешка получится. Поэтому игрушка же была такая, ну матрешка. Друг в друге. Больше, 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 больше. Вот так. Как бы три на три, четыре на четыре, пять на пять. И вот так растет. Это показывает то, что время идет. То есть увеличивается, увеличивается, увеличивается. Расширяется. Вселенная наша тоже расширяется. И эти кристаллы тоже увеличиваются. Вот здесь у нас три на три. Но к нему со временем должно прибавиться еще один треугольничий такой. Но в объеме это будет пирамидка трехгранная. Она состоит из трехгранных пирамид. А этот кристалл состоит из четырехгранных пирамид. Вот они, два разных кристалла. Но время бывает такое, что они совмещаются. И вот четырнадцать на четырнадцать, да, вот этот. И вот такой кристалл. А вот совмещу сейчас у вас на глазах уже. Вот так. Да? И он получится, что он равномерно ляжет на него. То есть совпадение получится. Все вместе совпадет. Вот так вот. То есть что я хочу сказать. Какой-то определенный момент времени. Вот движение там. Они встречаются. И совмещение происходит. И вот сейчас я вернусь к тому, о чем говорил и я. У нас есть календарь. Наш календарь. Который мы, к сожалению, ну, пользуемся еще. Но вот кто-то пользуется, а кто-то не пользуется. Но вот этот календарь. Вот он. Вот так мы видим в середине. Вот прямо в середине стоит этот знак. Он расширяется тоже. Должно расшириться. Время подходит. И календарь, майянский календарь, как мы знаем, уже закончился. 2012 год майянский календарь ушел. То есть время пришло, поменялся календарь. Но есть общий календарь. Чтобы понятно было, как. Ну, время отсчета, с какого времени это началось, как это началось. Вот. И вот у нас пока мы имеем вот такой календарь. Вот. И вот здесь у нас как он получился. Вот инь-янь это. Ну, у китайцев это, да, есть такой инь-янь. Так. Круг. Вот такой вот круг. И в нем вот две вот такие капельки. Ну, на них если посмотреть, вот здесь, а у нас здесь получится три. Инь-янь. Вот мне, почему-то вот я глядя вот это окошко, как такие мысли у меня, что, что же это значит, вот это инь-янь. Вот это, то есть движение, вот это все движение. Ну, же если так брать глобально. То есть человек рождается, когда маленьким рождается человек, то у него сразу присутствует, вот это инь-янь в нем присутствует. То есть у него есть и от Бога, и не от Бога части в нем. То есть заложили. Вот он в процессе жизни набирает что-то, да, какой-то опыт. То есть светлый опыт или вот, ну, как-то здесь, если брать вот образно, белое-черное. И вот происходит вот этот процесс совмещения. То есть вибрации вот эти, белое-черное, белое-черное, потому что всякое бывает у человека там, как он взрослеет, потом жениться надо бывает, там еще жена, пять инь-янь, пять вот этих вибраций. То есть получается, что в итоге человек должен приходить, ну, по моему пониманию, так, что очиститься вот от черного, избавиться и прийти к белому. Ну, так получается, что к светлому, к свету. То есть дори ми фасоли си. Вот эта радуга у нас тоже есть. Дори ми фасоли си. Си – это последняя нота, первый октавик. Си. Но си – это у нас по цвету, получается, фиолетовый. Но если так к концу, да, человек должен засиять. Си – сияние. Совпадает тоже. Вот человек должен пройти вот этот жизненный свой путь, так, чтобы засиять, чтобы он от него свет исходить начал. Если не получается у него так, приходится возвращаться и снова начинать. То есть в зависимости от того, как ты прожил эту жизнь. Это постоянно происходит борьба внутри человека. Если вот так брать, ну, философски если рассуждать. Маленькое в большом, большое в малом. И вот так все связано. И вот поэтому как-то у меня вот так и получается, что когда вот градишь вот сюда, как-то медитируешь, то есть уходишь, успокаиваешься, сострадачиваешься. И все, успокоился, начинаешь смотреть. И какие-то тогда начинают уже другие мысли приходить. Сами по себе. И эти мысли как-то они дают ответы. Просто надо их уже потом, когда мысль какая-то пришла, надо что-то порисовать или что-то сделать там. Или вот здесь кнопки нужные понажимать. Понажимал нужные кнопки там, согласно информации этой, то, что услышал. И нажал. И вот так у меня получилось, что когда я совместил эти кристаллы, у меня получился вот такой вот рисунок. И когда я посмотрел на него, я присмотрелся так и в голове что-то. Мамлюк, мамлюк, мамлюк. Мамлюк такой. Благо то, что клавиатура здесь вот у меня под рукой. Я быстро-быстро набираю мамлюк и выскакивает фильм. Фильм. Этот. Грузия фильм, это еще в прошлом веке, советские времена. И Грузия фильм снимали, и такой фильм сняли. Он так и назывался, мамлюк. А мамлюк, это оказывается, в 1958 году сняли этот фильм. Этот фильм, он рассказывает о временах еще ближе к началу нашей эры. И оттуда начиная, потом уже вот идет, и вот это конкретно здесь события, они аж идут с того времени и вот до 17 век, 17-18 век вот это время. И здесь говорится о том, что Египет кто-то завоевал, и вот в Египте находится там. Ну, кто-то завоевал, в общем. Племя какое-то, не знаю, там же тогда разные были, разные жили племена. Ну, племена как народности, да, сирийцы там, сирийцы, много кто там жил, египтяне, персы. Вот в те времена. И они воровали детей в Закавказе, на Северном Кавказе, на южных территориях России тогдашней. Детей воровали. Ну, в рабство их. Кто-то воровал им, перепродавал им. То есть, дети попадали и в Египет попадали, и к разным другим. Покупали их, в общем, детей. И из них делали воинов. То есть, их использовали в войнах потом. И вот здесь конкретно ситуация рассказывает о том, что когда Наполеон напал на Египет, вот тогда, и вот мамлюки эти, они против Наполеона войск воевали. А сюжет фильма о том рассказывает, что двух друзей, двух мальчиков украли в Грузии. Вот там Гоча и Хвича. И они попали, один попал в Наполеоновскую. Видимо, француз его какой-то купил и воспитали его там. Он попал в Наполеона армию. А этот мамлюком вырос. Этот мамлюк, вот они, войско, вот этого египетского войска там находился. В битве они встретились. И один другого, ну, убил. И узнал его, вот здесь у него на мочке уха была родинка. Вот здесь такая. И он по родинке его узнал. И когда он, ну, упал, естественно, узнал его. И как-то здесь слезы у него, наверное, пошли. Его друзья говорят, ты что он предатель. И его тоже убили. В общем, такой фильм. Ну, в те времена, вот, как происходило все. Это я к чему говорю. Вот, когда их привезли. Вот этих двух. Этот, не двух, а вот этого. Одного из них, который мамлюком стал. Показывают момент. Вот вы можете проверить мои слова. Включите у себя, наберите вот этот фильм «Мамлюк». Я даже выкладывал на страничке своей у меня есть. Вот этот «Мамлюк» фильм. И в «Одноклассниках» есть, и в «Контакте» есть. Можете посмотреть. Или можете сами набрать. Вот в «Яндексе», где-то и в «Ютубе». Можете набрать «Мамлюк» 58-го года. Этот года фильм. И вы увидите там на 48-й минуте. Момент такой, что сидит вот этот султан. В помещении таком. Какой-то замок или храм какой-то. И к нему подходит там человек и говорит ему. Выгляни, говорит, в окно. Он привезли, говорит, этих рабов. И он подходит к окну. И такое большое окно здоровое. И там этот витраж на окне. На все окно. Вот такой витраж. И вот там вот этот рисунок. Вот именно вот как он есть. Вот как он там появился. Я думаю, что это такое. Вот посмотрите сами и подумайте. Я тоже не хочу вам говорить, что там. Это я не срисовывал ничего. Просто я нарисовал. И вот это так и получилось. Как я говорю вам. Вот так как рассказываю. Так оно и получилось. Просто для меня тоже интересно, как это получилось. Может кто-то тоже что-то подумает. Как это может быть или что это может быть. Просто сейчас все такое происходит. Разные вещи такие происходят. Потом. Я подумал. Вот это. То, что ин-янь. Взаимодействие. Вот это почему-то тоже опять от головы меня. То, что происходит внутри вот этот процесс. И как-то я вспомнил, что кто-то я слышал о терминаторе. И интересовался я здесь. В общем, что-то такое слышал, что терминатора. А в терминаторе какая-то расшифровка была. Что значит терминатор. И набрал здесь. И оказывается действительно терминатор. Что означает? Он оказывается имеет много значений. Он в электронике там значение свое имеет. Вот этот терминатор называется так. И в медицине он есть этот терминатор. И в астрономии. Ну такой разносторонний терминатор. И в астрономии вот он означает допустим, что граница между светом, ну светлая часть и темная часть. И вот между ними постоянно какая-то граница находится. То есть вот в несоприкосновении, когда они видимо входят, взаимодействуют. Вот этот терминатор начинает там что-то происходить. У меня сложилось такое впечатление тогда. Я так подумал. И то, что происходит как бы в космосе. Наша система солнечная движется. И вот свет. Темная сторона какая-то. На Луне тоже бывает. У нас как раз затмение недавно было. На Луне вот эта граница тоже терминатора. Когда свет наступает, тень отступает. Так что вот это происходит. Ну я думаю, вот детерминация тоже есть такое понимание. Детерминация, еще называют дефуркация, назвали так. То есть дефуркация это то, что когда взаимодействие между двумя какими-то силами, то есть две энергии, они вступают во взаимодействие. И чтобы так плавно прошло, это надо как-то, чтобы без эксцессов каких-то там. Если там в глобальном уже брать, то можно так логически порассуждать. И прийти к тому, что зависит от детерминации или дефуркации, чтобы прошла она. Вот так как можно плавнее. Чтобы не было ни катастроф каких-то. У нас сейчас много землетрясения происходит. Там какие-то, видимо, эта дефуркация как-то сложно проходит. Но, опять-таки, если исходить из того, что малое в большом, большое в малом. Тоже такое философия там. То мы придем к тому, что это в нас тоже происходит. Постоянно в нас тоже взаимодействие какие-то происходит внутри нас. То есть даже чувства наши, сомнения какие-то, вот эти страхи какие-то появляются, хобби разные. О страхах, если говорить тоже, здесь тоже такой терминатор есть. Опять-таки я задумался и думаю, что когда, допустим, человек на грани срыва находится, вот-вот сорвется, там какое-то что-то происходит внутри. Вот этот терминатор, он может стать терминатор такой, да, в нем. Может проснуться и натворить. Всяких там делов на хавычках. Там и в психологии тоже есть. Психиакции. Да, человек, вот эта граница между безумием и здравомыслием. Вот эта граница тоже. То есть он и с ума сойдет или не сойдет. Вот эта дефуркация, детерминация. Вот это все, вот этот терминатор оказывает. Вот этот фильм, то, что показывали, я тоже его выложил. Ну, чтобы вы понимали то, что тогда я выкладываю что-то там на своей странице. то есть последовательно выкладываю там какую-то информацию, если фильм подходит там по информации, тогда фильм выкладываю еще добавок. И вот так последовательно могу какой-то мультфильм даже поставить там, ну, связь, чтобы она вот эта связь какая-то проследовалась. То есть как-то образно, чтобы человек образно мыслил. Вот такие вот чудеса и не чудеса. Очевидные невероятности. Вот такие вот происходят. И вот от страха тоже. Страх это мы тоже, мы со страхом можем. Самое плохое, что человек, оказывается, от страха умереть может. Вот. И страхи, оказывается, мы сами себе придумываем эти страхи. Насчет этого тоже я выложил вот там Капифагора. Ну, там целый я выложил там. Одну земляк написал. Капифагора. Том первый, том второй выложил. Потому что это все связано. Корни. Опять вот взрыв корня, если мы посмотрим в эти корни, ну, и там такой регион, еще как машина времени у меня здесь получается, вот эти инструменты все. Я когда вот это сажусь туда, я путешествую, попер туда. В Египет. В Вавилон. В общем, путешествую. По путешествию я обратно возвращаюсь. Вот вам это рассказываю. Ну, вот такое путешествие. Я выложил вот Капифагор и Заратуштра там тоже. Оказывается, они в одно время родились. И Капифагор, и Заратуштра. Ну, тоже там вот связи, какие связи, вы можете посмотреть. Просто не хочу ничего такого говорить, что там религии, насчет религий. я не сторонник того, что, да, вот, чтобы как-то, он будет он маленький, сняли там, это, я не думаю, что это хорошо. Я воспринимаю жизнь нашу, так как вот мы живем, мы, кто мы есть, вот если мы к этому придем, кто мы есть, я вам в предыдущем видео говорил, когда спрашивают, кто с ним. Ну, я к этому пришел, что у тебя Ирон рассказал вам, как получилось. Ирон кто, что Ирон, как он, что он, ну, все показал вам. И вот как относиться друг к другу, чтобы, ну, доброжелательность, добросердечность, то мы должны делать сейчас. Это есть здравомыслие, понимание. Не то, чтобы вот стравливать, это наше, давай-ка мы это заберем, вы нас забрали там. Ну, как-то не так это все происходит. Это кому-то на руку. И вот кто это все перемутил, перемудрил, вот с ног до голову, там легенды какие-то рассказывают, там Петр, этого так распяли, потом Петра так распяли, потом Петра подменили, там какие-то легенды всякие, там это все. Мы, люди, живем на земле. И от нас все зависит. То, что из нас исходит, изнутри, нам все дано. Вот мы целостны, должны быть целостны. То есть, должны завести вот эту всю систему нашу, очистить, очиститься, и прийти к тому, друг с другом. Раньше так было в Советском Союзе. Ну, такая ностальгия бывает иногда. Вот детям своим тоже рассказывают, что вот так было. Они спрашивают, а это как было, так было. Ну, я говорю, вот так было все. И вот так получилось. Раньше было все нормально, все, все хватало. Просто люди, вот, пришли к тому, вы сами видите, что сейчас у кого-то там 50 машин, а кто-то там последний доедает так. Говорят, и вот это. Ну, такие вещи происходят. Но так не должно быть. Если так будет продолжаться, тогда вот эта бифуркация и произойдет. А это уже не зависит от нас. Природа, она сильнее. Сама по себе человек из природы вышел. Мы дети природы. И вот мы должны это понимать. и знать, что, как мы вышли. Я согласен, это трудно. Борьба с собой, это внутренняя борьба, это очень нелегкий процесс. И это очень, даже знаете, я на себе это испытал лично, я это вам могу сказать так, с такой уверенностью. Потому что я три раза был в коме, в состоянии комы. И кое-что видел. И то, что можно было рассказать, я вам это рассказал. Как-то поделился своим пониманием этого тоже рассказал вам, как это все происходило. Ну, так это я воспринимал. Вот последний раз, когда было это, я правда не помню, я больше двух недель находился в таком состоянии. Это было вот в пятнадцатом году, в начале пятнадцатого года. Сразу вот потом, когда я из этого состояния вышел, вот такое получилось, что прошло вот так, я уже более-менее. То есть, через эти время, вот через это время прошло какое-то две с половиной недели, две, ну, две недели, скажем. И он не мог на ногах стоять, чтобы восстановиться, пока полгода еще прошло. И потом, через полгода, потихоньку и восстанавливал. Когда начал, на ноги встал, все, пошел. Ну, тогда сказал, что вот так и так, и пришел к тому, что шел на святое место. Поговорил, помолился. И вот это все вот так и получилось. Вот эти, все вот эти схемы, это все. Вот это все у меня было собрано. Вот здесь от силы конспектов. Вот он начинается. Вот этот знак, вот он тоже пришел, вот этот знак. Здесь вот написано у меня тоже во главе, что первое переселение народов после падения Лели из Дари. Ну, такие всякие, знаете, вот эти надписи, информацию. Вот это все собирал, собирал. И вот здесь, получается, у нас вот закончилась вот буквица. Это конспект. Буклица наша. Вот здесь. Вот эта вся информация. И когда начинаешь, вот прихожу, а действительно, да, говорю, и так получается на самом деле. Приходишь, садишься, вот так ложишь это. Окошко вот это сложишь, и нормальную музыку такую поставишь, и начинаешь как-то... Ну, отходишь, от суеты все вот это и начинаешь, как бы сосредоточился, и вот смотришь в это окошко. И что-то начинается внутри уже постепенно, постепенно, и начинается что-то, начинает голову, ну, мысли какие-то приходить. Когда эта мысль приходит уже, остается то, что вот у меня инструмент один, что инструмент вот этот вот интернет тоже оказывается в интернете пользует свой. Естественно, нормально им пользоваться, информации много. когда он там нужные кнопки нажал, просто объяснили, вот то, что непонятно, вот он инструмент глажности, вот это ключи, это действительно ключи. Со всему. Это такой, что у нас букварь, букварь, они такие знаки. Здесь тоже своего рода... Говорят нам сейчас матрицы, матрицы. И вот это, в принципе, это матрица, да? То, что нам давали до десятого класса, там школу закончили, то есть потом должно быть, я думаю, уже вот, то уже когда повзрослее человек становится, вот уже понимание, чтобы вот это все было. То есть это уже даже можно давать, я думаю, уже после седьмого, восьмой класса, вот это знание уже можно, человек посерьезнее уже становится, то вот так надо уже, чтобы было в школах, преподаватель, все. Язык, родной язык, это тоже многого, будет, конечно, вот у нас свой родной язык есть тоже, но мы пользуемся, я же говорил, что песни, знаками. Еще правда есть у нас, какие-то сочетания там, ну, этих же знаков, ну, сдвоены там, какие-то, какие-то, но в общем, да, это тот же самый материал, то есть, значение, то есть жизнь у нас одна, мы связаны одной цепочкой, но кто-то, понимаете, вот, если кто-то позавидовал, может, или что-то как-то хотел, ну, разрушить вот это все, да, мы как-то, когда-то, наверное, наши предки жили в гармонии с природой, все вот это, кому-то это не понравилось, и что-то, ну, как можно это нарушить, как это знание утащить, ну, поэтому были у нас и воины были, да, защищали какое-то знание, это знание, за знанием война идет, сейчас вот эта информационная война идет, это есть результат того, что от них нужно завести вот заблуждение такое, да, и сказать, что вот вы там такие, а мы вот такие, и это уже, сейчас они уже влезли, уже на генном уровне, там, прочитать хотят какую-то генную историю уже, чтобы до конца вот эта ниточка, которая есть, вот серебряная ниточка, которая нас соединяет с космосом, вообще вот, с божественным нашим пониманием, там, эту ниточку, чтобы уже просто взять и сорвать, ну, такие механизмы, всякие разные механизмы, вот и шпионы там, всякие разные, вот это же в фильмах сколько показывали, про войну в фильме, и война, война тоже это инструмент, война, и кто идет воевать естественно, старшие уходят, воевать, многие не возвращаются, это вот последняя война тоже была, из наших старших, вот Альц третий, погиб, и деды наши, все наши, это старшие поколения, которые, они не вернулись, у нас это знание передавалось так, из уст в уста, не записывалось ничего, и тут вот две-три войны подряд, старшие ушли, посоления, все, пожалуйста, прервалась вот эта, да, передача, то есть, один момент убрали, другой момент, там, сокращать начали, сократили, буквы, там, три лица, не ходится там, все это, сокращали, сокращали, сократили до того, что 33, сейчас вообще, все школы убрали, все школьную программу убрали, все календар поменяли, школьную программу убрали, и действительно, сейчас уже в голове, что же, ковардак, вот этот, китайский вариант, время перемен, он, и мы думаем, что делать, как делать, здравомыслие, конечно, здравомыслие, а здравомыслие, нам это, защищаться надо, нам защитить надо, свои знания, они уже верили, сейчас хотят уже, чтобы у нас, что это, один, первый, второй, там, третий, кнопку нажал, там, не получится, так, мы должны защищать, защищать, у нас щит должен быть, ну, я вам прочитаю, на интерес, что значит щит, более интересное, это все, здесь, она не врет, эта буквица не врет, здесь вся правда, вот, если мы почитаем, что такое щит, вот, здесь ша, шта, ша, вот, она вот так выглядит, эта буква, ша выглядит, как трезубица, пошли покой, начинается щит, вот его образ, мир, защиту обретешь, коль, по кону, ты живешь, и заветы шуров чтешь, понимаете, то есть, опять-таки, к этому возвращается, просто, шуры, это кто наши, это наше прошлое, проще, или машину, а это оказывается, вот, это уже, такое, объемное, понимание, вот эти, значения, это уже, это уже более расширенное, понимание, запрещенное пространство, пространство, ограниченное каким-то рубежом, пределом, защитная форма, родственные части, оставляющие целое, процесс, утверждающий, продолжение жизни, родовой круг, потомственный круг, богами, свыше утвержденный кон, при высшей жизни, долг перед родом, вот, долг перед родом, наверное, в предыдущем видео, говорил вам тоже, про долг, что такое долг, вот, пожалуйста, щит, и здесь опять, вот, это, у нас здесь, мы уже говорили, да, и, община жить, добро творить, свой род и землю застанить, пожалуйста, что уже так происходит, молитвы. Свет Божия хочет, как молитвы. Щит. Твердь земли, твердь небес, всем обители чудес, завершение материализации образа, процесса, деяния, материальной формы, утверждение, и утвердение, миров яви небесами, утвержденное свыше. Вот это все. Поэтому, конечно, вот, как Трехлебов говорил, нельзя нам без здравомыслия никуда нам не деться. Но нам самим это надо понимать и говорить нам об этом. Вот я постоянно и друзьям говорю, даже говорят, они начинают мне там, да, зря ты, зря, с одной стороны говорят, да, правильно ты все говоришь, а с другой стороны, я говорю, давайте-ка вместе что-нибудь делать. Вместе и говорю, вот я где бываю, я везде это говорю и вижу, что, когда говорить начнем, как-то меняется сразу, опа, и прислушиваются все, как это все. Вот это надо как-то собрать в одно вот это понимание, чтобы, как бы, как бы, резонанс пошел. Вот когда вот эта бифуркация получается, вот резонанс, вот резонанс этим опасен, он с одной стороны, опасно то, что резонанс это разрушение. Но с другой стороны, мы понимаем, что это надо старое, чтобы разрушилось. но есть инструменты, чтобы это плавно прошло все, то есть резонанс это. Вот когда мелодия играет, там есть вот такие моменты, до, ре, ми, фа, это на фа, вот именно фа, вот нота фа. Это такое, оно, не остановка происходит, не такое, не какой-то, не конкретная остановка, как бы замедление, а потом дальше снова. Вот такое, через ноту фа, через зеленый свет, через понимание друг друга. Вот это все должно происходить. То есть мы, если друг друга поймем, что мы хотим, и что нам надо, главное нам понять, надо нам это или не надо. Вот что в вопросе. Ну, если так смотреть, дальше пойдет. Всем понятно, что что-то надо, но как делать? Давайте подумаем вместе. давайте поговорим, какой-то, наверное, может сделаем какой-то. Так, бывает, или, может, и там какие-то бывают, или что-то. три. Ну, вот так и вот происходят очевидные вещи. поэтому, я и назвал так, свое видео. Назову, скорее всего, так и назову, лучше. что, здравомыслие, очевидно, зря. Зря мы не поняли, да, что, во всяком случае, может, может, это не так. Вы мне в комментариях, пожалуйста, можете сказать, как это получается или не так. Получается, я всегда рад буду выслушать, посмотреть. Можете, я же говорю, когда видео вышло, многие, со многими по скайпу пообщался, благодаря, все. вот это, так и общение происходит, понимание, друг друга мы больше будем, лучше понимать. То есть, почаще, если будем общаться, так, и нормально будет, тогда все. Главное, чтобы мы относились друг к другу, так, что мы едины, у нас, мы на одной земле живем, не рассматривая так, что это, почему это у него есть, а у меня нет. У меня лучше должно быть, чем у него там, ну вот так, вот так, что, понимаем, без зависи, без жадности, ну, так, нормально, чтобы относиться с друг другом. Вот, о чем я хотел поговорить там, в данном видео, ну, там, мои контакты есть, ссылки я, там, наверное, ну, все, там есть контакт, в контакте, я так и записан, Дениска, ну-ка, можете набрать. Точно так же, в одноклассниках, в одноклассниках, тоже успеть, можно по телефону, три из одноклассники, по телефону успеть, звонок есть такой. в общем, как повести, можно пообщаться много, просто здесь, вот в этих скамерах, здесь много-много чего, и, как я это все объяснить, видео там, чтобы понимать это надо, чтобы знающие люди, которые понимают, это, сама по себе, вот здесь, это, мироздание, действительно, вот как Алексей говорил, что эта сеть, да, вот это такая сеть, она, действительно, как сеть идет. Когда просто вот эти инструменты собрать, если мы научимся читать, просто читать, ну, для чего, я еще раз говорю, кто-то читает это, и творит он то, что хочет, то и творит нет. Так нельзя пользоваться этим. За это, в один момент, можно так получить, что мало не покажется. так что это надо пользоваться, с умом, здравомыслие должно быть. И тогда мы, действительно, придем, то есть, нету, здесь, на земле, какой-то промежуток времени, мы должны проводить. Так заложено природой. Но потом, через душа, человек, сам по себе не умирает. Он то, что творит, это да, творит. Вот именно то, что или творит, или натворит. тогда уже получается, что он, или дальше, куда-то, душа-то выходит, но куда она, куда она девается. Это уже другие вопросы, это все, вот эти схемы, там это, это уже совсем отдельный разговор, это там физики, это там астрономы, это там все, все, все это, вот эти кристаллы, все, химия там, это все, взаимосвязи, на самом деле тоже. Вот мысля такая была, что книга Еноха, вот первая, книга Енох. Енох, если мы Енох разберем, так Енох по названию, тогда мы получим элементы, там эфир, азот, кислород, водород, углерод, пожалуйста, вот эта книга. с такой точкой зрения, тоже можно как-то, подумать, подойти, там тоже все совпадет, с неповерственно, оттуда все идет, там все корни, заглядывать надо, как говорил, со дна просто, взрыв корень, там еще раз говорю, здравомыслие, очевидно, зря, нам надо жить, зря, зря, то есть, видя, глядя, понимая, осознавая, какие-то ключевые слова, здравомыслие, очевидно, зря. спасибо вам, благодарю всем, и пишите мне, звоните мне тоже, пообщаемся, поговорим, желаю всем вам всего самого наилучшего, отображаю вам счастья, света, всего доброго, будь добру. Дальше, еще раз, где-то подожди, все остальные, подожди, все остальные, как и пятый, сильную, наунухме, Следом,